Седьмая Всероссийская конференция РСДРП Первая легальная конференция большевистской партии Состоялась в Петрограде от 24 до 29 апреля 1917 года Присутствовало 133 делегата с решающим 18 секундами совещательным голосом Представлявших до 80 тысяч членов партии от 78 крупных партийных организаций Накануне конференции прошла внутрипартийная дискуссия по апрельским тезисам В. И. Ленина, наметившим курс партии на социалистическую революцию Порядок дня, текущий момент, мирная конференция, отношение к советам рабочих и солдатских депутатов Пересмотр партийной программы, положение в интернационале и наши задачи Объединение социал-демократических интернационалистических организаций Аграрный вопрос, национальный вопрос, учредительное собрание, организационный вопрос Доклады по областям выбора ЦК, работа конференции и ее итоги Работой конференции руководил Ленин, который выступал с докладами Более 20 раз в прениях написал почти все проекты резолюций В докладе о текущем моменте Ленин всесторонне обосновал политический курс партии На подготовку и проведение социалистической революции С СА докладом выступил Л.Б. Каменев, пытавшийся доказать, что буржуазно-демократическая революция якобы не закончена И что Россия не созрела для социалистической революции Его поддержала И.Рыков, утверждавший, что в России нет объективных условий для победы социалистической революции Что социализм должен прийти с Запада Конференция отвергла точку зрения Каменева и приняла Ленинскую резолюцию В ней указывалось, что пролетариат России должен возглавить революцию и разъяснить народу неотложность решения ряда вопросов Национализация земли Установление государственного контроля за всеми банками с объединением их в Единый Центральный Банк Установление и контроля за страховыми учреждениями и крупнейшими синдикатами капиталистов Конференция заявила, что эти меры, а также всеобщую трудовую повинность могли бы осуществить советы Как только они станут органами всенародной власти Резолюция конференции о советах рабочих и солдатских депутатов обосновала лозунг «Вся власть с советом» И задачу партии по укреплению и расширению влияния в них В условиях образовавшегося в стране двоевластия конференция выдвинула курс на мирное развитие революции На завоевание власти советами как в Центре, так и на местах В резолюции об отношении к Временному правительству отмечалось, что должна быть проведена длительная работа по прояснению классового сознания и сплочению пролетариев города и деревни Необходимый разрыв с политикой доверия к Временному правительству организация и вооружение пролетариата Укрепление его связей с армией, как важнейшие условия обеспечения мирного перехода власти к советам В резолюции о войне конференция подчеркнула, что кончить империалистическую войну можно только путем перехода государственной власти к советам Которые возьмут дело заключения мира в свои руки, что партия большевиков не поддерживает ни войну, носящую империалистический характер Невременное буржуазное правительство, проводившее прежнюю политику царизма Конференция обмежевалась от так называемого революционного оборончества, определив его как одной из главных преград на пути к быстрому окончанию войны В докладе по аграрному вопросу Ленин обосновал требования конфискации помещичьих земель и национализации всей земли Осуществление этих мер не только ликвидировало бы класс помещиков, но и нанесло бы удар по буржуазии Поскольку большая часть помещичьих земель была заложена в банках, партия советовала крестьянам немедленно и организованно брать землю, не дожидаясь учредительного собрания Вопреки внушениям эсеров и меньшевиков Доклад Сталина и резолюция конференции по национальному вопросу закрепляли и развивали программные требования партии о полном равноправии всех наций и языков Контрдокладчиком выступил Г.Л. Пятаков, который предлагал рассматривать национальный вопрос исходя из того, что победа социалистической революции возможно якобы только одновременно во всем мире или в большинстве стран Поэтому, с хозяйственно-экономической точки зрения, независимость нации явление устарелое, отжившее В связи с этим он предложил вести борьбу за социализм под лозунгом «Прочь границей Ф. и Дзержинский Ф. и Махарадзе считали, что требования права наций на самоопределение противоречат интернационализму» Конференция приняла Ленинскую резолюцию по национальному вопросу В ней говорилось, что за всеми нациями, входящими в состав России, должно быть признано право на свободное отделение и на образование самостоятельного государства Одновременно конференция указала, что это право непозволительно смешивать с целесообразностью отделения той или другой нации в тот или иной момент Конференция постановила, что объединение с партиями и группами, стоящими на позициях революционного оборончества, невозможно Подчеркнув необходимость сближения и объединения с группами и течениями, на деле стоящими на почве интернационализма и решительно порывающими с политикой блока с буржуазией Конференция приняла Ленинскую резолюцию о пересмотре программы, в которой определялось, в каком направлении нужно разрабатывать программу Поручила ЦК составить проект новой программы и представить его на утверждение партийного съезда При принятии решения о положении в интернационале делегаты конференции согласились с предложением Зиновьева остаться в Циммервальдском Объединение участвовать в конференции его сторонников Ленин голосовал против этого решения На конференции был избран тайным голосованием ЦК в составе 9 человек и 4 кандидата в члены ЦК АС Бубнов НП Глебов Авилов А. Г. Правдин и Атеодорович Конференция по полноте представительства по важности решенных ею задач сыграла роль партийного съезда Она наметила курсы РСДРП на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую В текстах документов конференции партия большевиков везде и всюду именуется еще РСДРП Однако в изданных в советское время протоколах конференции, в том числе и в данных редакций и заголовках партийных документов партию называют исключительно РСДРП Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин